всем привет друзья вы на канале об инвестициях и не только о них если вам это интересно поставьте мне лайк подпишитесь на мой канал рассуждаю о фондом рынке о пассивном доходе ну и болтаю на разные отвлеченные темы друзья не забываем посмотреть вот такой вот мой видос с моими результатами за прошлую неделю рассказываю все честно откровенно практически перед вами исповедуюсь и посмотрите вот такое любопытное видео трейдеры подают в суд на мосбиржу готовится коллективный иск примерно на 230 миллионов рублей помните на прошлой неделе обвалились котировки фьючерсов wti нефть улетела в минус 37 долларов но и оказалось что большая группа российских трейдеров очень жестко потеряли деньги на этом событии потому что не успели скинуть свои контракты а в день экспирации 21 апреля биржа приостановила торги по данному фьючерсу но в общем то намечается какой-то прецедент на эту тему посмотрите пытаюсь в этом видео об этом рассказать ссылочки в описании друзья ну а сегодня предлагаю полистать ваши комментарии ну и начну я с слов благодарности дорогие мои любимые зрители подписчики спасибо вам огромное что вы со мной спасибо вам огромное что вы смотрите мой молодой начинающий перспективный канал спасибо что вы лайкаете мои видосы спасибо что вы их комментируете мне очень нравится с вами общаться давайте друзья продолжим в том же духе особый привет всем моим постоянным зрителям с кем мы уже практически чатимся друзья очень вас люблю очень вас ценю и собственно все что я делаю я делаю только для вас друзья погнали давайте посмотрим что вы писали под моими видосиками ну не уверен что мы каждый сможем разобрать комментарий потому что их много последнее время но по основным пробежимся так видео трейдеров александр александров пишет теперь гейтс неуважаемый обычный мерзавец ну александр я так думаю посмотрел мой еще один видос где я как раз пробил гейтс и рассказывал и там вообще немножко другая была тема про то что он купил дом за 43 лимона долларов и я видел информацию что-то связаны там с к вид 19 и в общем-то гейтса сейчас принято наверное хейтить не знаю я посмотрю в эту тему погружусь я если честно вот эту историю про коронавирус гибела гейтса явнее не вникал поэтому александр спасибо вам за мнение это повод мне подтянуть матчасть в этом в этом вопросе так никита баранов мое старинное видео гречка и туалетная бумага помните когда еще на волне первые недели кризиса народ ломанулся их закупать пишет посмотрите видео про венесуэлу когда там задница началась там 100 летной бумагой плохо было ну да может быть у нас какие-то флюиды да с венесуэльским народом на эту тему так тоже никита посмотрел мое видео про пол инвестора где я статистически показывал сколько у меня на канале зрителей мужчины и зрителей женщин кстати друзья это количество подравнялось было на первых этапах когда ее только создал там вообще был дикий перекос там на 9 мужчин приходилось одна женщина но сейчас ситуация выровнялась сейчас примерно пятая часть моих зрителей это прекрасный пол и это друзья замечательно так женщины на пенсию выходят раньше так вот делал я вчера видео где ким чен ин да друзья очень такая интересная история маленькая воинственная тоталитарная страна прячет своего лидера вчера в интернет пространстве появилась версия что он умер какие-то таиландские источники об этом указывали потом этот пост был удален ну в общем-то явно с ним что-то не то говорят он перенес операцию на сердце ну и в этом видео я в общем-то там размышляю от талитаризме в целом о культе личности ну и пытаюсь покопаться в собственно в мотивах поведения ким чен и на кто он такой но такое видео для общего развития кому любопытно посмотреть так к видео чем платить за жкх алексей новинский пишет сегодня звонили с электросети необходимо оплатить 700 3 вот думаю платить или подождать не знаю алексей тут каждый решает сам я вот за этот месяц заплатил честно говорю хотя рука одна рука тянулась кнопочки оплатить другая говорила нет нет обойдутся но оплатил как дальше будет посмотрим смотря как будет ситуация развиваться я напомню у нас отменили пение до конца года и вроде как поговаривают что надо бы и вообще коммуналку отменить ну и соответственно чтобы государство компенсировало всяким энергом поставка поставляющим компаниям эти расходы но не не торопится к сожалению наше социальное государство это делать так смерть диктатором смерть злодеем саша майер привет вам огромный моя зрительница замечательная заглавная картинка огонь история про ресторатора который ладно сам обеспечен но и своим сотрудникам платить зарплату при остановленном бизнесе тут я рассказывал про видос иры шихман она там делал документалку брала там у разных чуваков интервью и рассказывал один ресторатор повар по каким-то развлекательным каналам он там ведет программу о том что он мало того что сам живет на пассивный доход и в общем то может довольно долго протянуть но и также людей своих не распустил все у него сидят на зп ну и я в общем эту историю привел и вот саша сомневается говорит что как-то через чур это фантастично но у нее самой накоплений много успехи на бирже не такие но у меня в принципе на то же самое с биржей попали мы в яму скажем так вот в этом году но ничего выберемся саш саша и все остальные выберемся так чтобы можно было на это жить не могу сказать сколько смогу протянуть без работы долго но не бесконечно хотя может после этого долга уже и бирже будет давать такой выхлоп что можно будет на это жить тогда куплю себе гамак в квартиру и буду считать что жизнь состоялась блин крутой план крутой план так 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 судя по внешнему виду у него метаболик синдром пишет юрий коробка при нем ишемическая болезнь сердца возможно в возрасте до 40 ну да там проблема то в общем то сердцем у него как пишут так видео про билл гейтса его дома amazing channel you really are talented can we be friends ну вообще друзья вот этот товарищ я так понимаю это бот он периодически залезает в какие-то мои видосы где у меня есть в названиях латиница вот так что это не живой я думаю человек который смотрит русскоязычный канал так ким чин ин отъявленный негодяй пишет артур гартер ну да не поспоришь артур наверно в исторических масштабах каким бы он веселым толстячком не смотрелся это безусловно безусловно эпический злодей так 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 северная корея это россия одно и то же хватит быть рабами но тут какая политика уже пошла ну не знаю прям совсем больше я не сопоставлял так и явно понятно что не айс у нас ситуация но сгущать краски тоже мне кажется из крайности в крайность бросаться не стоит все-таки северной кореи посмотрите видео хроники вообще почитайте по поводу этой страны но там как бы совсем труба друзья у нас такого мне кажется и советское время там было только при одном единственном товарищи который нами руководил а так то в целом такой диктатуры я не уверен что осталось ли она где-то сейчас в мире вообще вот люди писали что там в латинской америке что-то подобное кое-где встречается но белоруссию приводили в примерно не знаю друзья мне кажется белоруссия все-таки это я это явно власть с таким более менее человечным лицом но во всяком случае мне так кажется странный хотя какие-то признаки территоризма такие очень явные там конечно имеются таким чем им все ждем подтверждений но не верится скорее всего прячется где-то от коронавируса на одной резиденции но мне тоже так кажется и скорее всего была действительно какая-то операция возможно не очень удачная я так думаю он в каком-то очень тяжелом либо критическом состоянии но во всяком случае скорее всего жив но во всяком случае мне так кажется так горка гогенхай меня тут поправляет как надо выражаться спасибо вук привет вам тоже огромный тоже мой постоянный зритель часто мы с ним дискутируем на разные темы интересно с вами общаться спасибо что смотрите вложился в эту компанию месяц назад несколько дней назад продал часть акций чтобы отбить затраты на их покупку теперь собираюсь стричь прибыль ну если это так то вы молодец если вы шутите то ха 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 а вообще друзья посмотрите обязательно вот это видео что-то оно у меня не зашло пиф меридиан а на самом деле это любопытнейший феномен за прошлую за прошлый месяц этот актив вырос на российском рынке на 450 процентов друзья это абсолютный лидер роста я пытаюсь разбираться что это вообще за хрень почему этот актив так растет ну и как бы я естественно какой-то там до сути возможно и не докапываюсь но в целом пытаюсь как-то разобраться что это такое какая акция в текущих условиях может давать такой доходности насколько безопасными и инвестируют так 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 вот так моему видео с результатами недели виктор пишет цыганов почему вы из не открыли сколько читаю о нем все говорят только о плюсах из минусов только новость нашел что цб предлагал запретить иностранные активы а так ндфл назад лишними не будет же друзья про из вообще по хорошему надо отдельное видео сделать когда-нибудь соберусь какой-то такой минимальный ликбез провести из это индивидуальный инвестиционный счет и виктор совершенно прав это очень нужная вещь и тем кто только присматривается к инвестициям надо друзья начинать с ииса вы виктор очень хороший вопрос подняли но почему я этого не сделал во первых у меня не было этой информации на момент когда я открывал брокерский счет соответственно я открыл обычный счет а когда ты открываешь счет и заливаешь на него активы закупаешь эти активы потом перекинуть их на из когда тебе уже например спустя там месяц или три месяца приходит понимание что блин какой же я лошпет там из не открыл то это очень сложно потому что перекинуть активы со счета на счет это ну довольно тяжело по расходам там большие комиссии а если их продать соответственно другом месте купить но это знаете как вот не любят там дальнобойщики на трассе пописать останавливаться потому что ну какое-то ощущение что не знаю ну как то вот так бы они у тебя вот лежат растут а тут ты вроде как на комиссиях на продаже теряешь и были на покупки теряешь и в целом как-то не хочется фиксировать убытки даже чисто психологически потому что есть позиции которые просели ну и в общем то нежелательно это совсем действие и из у меня открыт я его открыл в том году в конце уже у другого брокера у тинькофф но он у меня пустой я им не пользуюсь а вообще правильно виктор спасибо что вот на это обратили внимание очень толковый комик комментарий вам респектов так не книг от меня кстати поправил по поводу этого передиана я там в нескольких видео до этого писал что это компания производящие морепродукты ошибочно полагая что это так и вот не книг вам большое спасибо что вы меня откорректировали после этого я углубился в этот вопрос и выяснил что это вообще пив так алексей романов вам тоже привет большой не пройдет и полгода как твой портфель вырастет на 50 процентов ну не знаю на 50 конечно меня такого оптимизма нет если честно вырос бы процентов на 20 25 я уже бы радовался так рома джаз к видео о понижении процентной ставки пишет что ждем дефолта к 30 сентября так что за хрень пишет рома саша считает что это ничем нам не поможет но процент по вкладам снизит но вообще говорят для экономики это может дать положительный импульс вот это снижение ставки как бы дешевле станет кредитование для населения для бизнеса тут вопрос другом у нас же кризис не экономически в чистом виде у нас такой экономический эпидемиологический да если так можно сказать эксклюзивный и уникальный в своем роде поэтому естественно люди бы сейчас активнее кредитовались и бизнес бы активнее кредитовался даже просто тупо арифметически можно покредитоваться скажем на даже полпроцента ниже и закрыть кредит который у тебя открыт по более высокой ставке то есть можно даже так сделать и это разумное действие но вопрос в том что никто не знает что будет завтра то есть если мы сегодня не знаю кушаем кушаем хлебушек с водой грубо говоря то завтра может быть и хлебушка не будет одна вода останется поэтому брать кредит даже на самых заманчивых условиях в ситуации полнейшей неопределенности а представьте если очень будет 2 2 волна эпидемии не зря же я так думаю у нас строят сейчас везде и всюду вот эти вирусные клиники госпитали поэтому готовится так худшему и мир готовится к худшему поэтому брать сейчас кредит не знаю друзья будучи физиком я вообще не уверен что это разумное решение единственное может быть ипотека если человек уже прям на нее насобирал и уже готов был это делать независимости от кризиса не он уверен что не потеряет доходы а во всех прочих случаях мне кажется это очень и очень опасно так про жкх саша пишет внешне местных новостях была новость что у нас тут собираемость платы за жкх упала на 50 процентов тоже собиралась не платить можно крутить деньги но не удержалась и заплатила но у меня то же самое саша тоже сначала как бы обрадовался думаю ну вот сейчас у меня во первых какой то какая то внутренняя дисциплина повышенная такая пожизненная то есть я вообще в принципе не люблю долги панически их не люблю стараюсь их избегать поэтому я стараюсь платить везде и всюду чтобы просто психологически не ощущать себя должником и вроде бы как бы даже есть возможность наверное сейчас подзабить на это дело но посмотрим не знаю может быть если прихватит дальше можете я тоже перестану вынужденно это делать но пока заплатил так 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 алексей сопрекинг видео про бензин посмотрите кстати друзья интересно я вот долго думал и не понимал почему у нас цены на бензин вообще никак от нефтяных цен не зависит и вот в этом видео я попытался разобраться и вам это все рассказать найдите на моем канале автомобилистам мне кажется будет но не только любопытно так сыты накормленные рожи вещает из зомбоящика как на руси жить хорошо народе никто не думает а жаль задумываюсь о покупке автомата алексей будьте аккуратны будьте аккуратны самосуд карается по действующему уголовному законодательству так миша тв пишет экономия на всем жкх отложены до лучших времен ну вот так бывает но насчет экономии у меня то же самое я сейчас вообще пояс затянул капитально покупки только самого необходимого так вук пишет большой серьезный комментарий про то что экономики скоро будет трындец так про бензин саша пишет все это от лукавого она за рыночное ценообразование идейка для новости маск спутники свои запускает большом количестве народ московской области наблюдает их невооруженным глазом вы не слышал кстати нам почитать на эту тему спасибо так ирина чернова пишет что во время интервью грефа отключил сбер отключил комментарии испугавшись мнения народа его деятельности страшный человек верить ему нельзя вообще наверное вы правы наверное ирина вы правы но вы знаете умный вот этого у него не отнять понятно что он часть системы понятно что он безусловно вещает скажем так и нужную линию но при этом он все понимает есть как бы там наверняка в этих структурах люди и не совсем умные но вот что касается грефа он все-таки сильный экономист я вот так скажу а вот именно его деятельность с точки зрения стратегического такого анализа она да безусловно критики очень подвержена тут я с вами согласен так александр романов инсайт про саратовский нпз у меня кстати есть это акция завод работает на полную катушку правда работяги управления процентов 70 сидят на карантине и он в их числе работают только временные сменные задействованы на технологии вот так друзья так что у нас тут полезная инфо можно в комментариях ее подчеркнуть спасибо вам большое александр что такой информации делитесь так если ираны штаты склеснуться у россии двойной профицит но это по поводу того что они там планируют друг друга уничтожать свои корабли если там будет какая-то агрессия персидском заливе так что да ну главное чтобы люди не гибли война это всегда плохо на мой взгляд так 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 может быть еще какие-то причины для удержки высокой цены на бензин потому что для меня не совсем понятно ведь нефтяные компании несут большие потери но он кстати в этом видео я об этом и объяснял про демпфер что это такое на мой взгляд вы знаете выбирая между большими потерями компаний как бы отсутствием социальных ништяков для людей и на другой чаше весов пополнением бюджета государство выбирает пополнение бюджета в условиях кризиса хорошо это не хорошо это конечно нехорошо друзья ничего там нет хорошего так ренат коренев привет вам тоже постоянно с вами беседуем акция дня дочерней компании руснефти но это я в своем прогнозе периодически разбираю лучшую компанию каждого дня так представьте будем теперь всю жизнь через смс и приложение выходить на улицу даже есть вообще я говорю что вот все антиутопии которые ранее в книгах читал они практически материализуются сейчас очень и вы знаете смешно и страшно за этим наблюдать одновременно алексей чаганов спасибо вам тоже огромное что вы меня смотрите очень приятно с вами беседовать спасибо за видео похоже что да действительно идет игра трейдеров это в общем и по комментариям на сайте видно да в друзья посмотрите интересно и тут вот у меня было размышление почему такое происходит с нефтью быкими быки и медведи двигают цены на нефть так рашид курбанов к видосу про цену на нефть спрашивает может подготовка настоящей войне да может быть так вук новик кстати вот он первый кто здесь написал про иранские боевые корабли про то что сша готовы их уничтожать и да действительно потом и в сми это появилось том числе что возможно это повлияло на рост нефтяных котировок где-то в середине недели так что вук спасибо вам за наблюдательность так так все интернет вернулся так сергей кашеваров я обещал вам что мы победим мы победить мы побелили в голову победили российский народ так ренат коренев подмечает что если говорят что чего-то не будет то это будет 80 процентов случаев но там мы обсуждали что невозможно заморозка вкладов об этом говорит набиулина об этом говорит грех но вы знаете тоже от меня если честно такие вот вещи зачастую настораживают когда высокопоставленные лица начинают прямым текстом что-то опровергать у нас как-то возвращается вот это мышление людей из 90-х мы помним какое было зачастую такое откровенное вранье того что нам говорили и того что мы потом видели в реальности так что не верят русские люди зачастую вот таким заявлением но будем надеяться все будет хорошо я во всяком случае на это надеюсь потому что в случае заморозки вкладов мне кажется социальные последствия будут необратимы это все абсолютно должны понимать не поймут люди не поймут таких действий не девяносто первый год на дворе так алексей спасибо за видео все разложили алексей спасибо вам огромное что смотрите как считаете если смысл покупать нефтяные компании по сниженным ценам друзья не знаю не знаю вот говорят что нефть концу года где-то к 40 долларам может вернуться но очень много неизвестных никто точно не уверен все зависит от пандемии к вид 19 как только она пойдет на спад возобновится потребление возобновится спрос а кто у нас основные потребители нефтяной отрасли до продукт продуктов нефтепереработки это авиакомпании и автомобильные компании ну соответственно все это оживет когда возобновится полноценно авиасообщение и автомобильное сообщение а когда это произойдет ну понятно что автомобильная живет раньше но когда живет авиаотрасль сейчас государство ему конечно не даст умереть и у нас в других странах но когда полностью откроют границы когда люди начнут таким же в таких же объемах летать да никто не знает может это и через три года не случится поэтому карантин же начнут снимать не раз и навсегда это будет происходить скорее всего как-то длительно поступательно друзья не знаю мне кажется пока в нефтяные компании вкладывать ставя на их рост не имеет смысла мне кажется надо обращать внимание наоборот на другие отрасли возможно медицина хотя она перекуплена возможно энергетика возможно ритейлы оживут раньше но торговые например и продовольственные не продовольственные возможно какие-то новые технологии айти то что сейчас происходит весь мир уходит в онлайн но вот именно нефтяная отрасль мне кажется друзья на большой задница будет еще очень и очень долго и возможно она вообще из этой задницы не выберется до тех объемов каких каких она находилась скажем до кризисные времена так очень смешной месседж от медведева кому вообще поставляет нефть россия ну тут я отвечал меня дополняли но в основном это китай это европа это соединенные штаты америки это япония это белоруссия довольно много кому поставляет на самом деле и проблема то в том что у нас нефтяная игла так называемая у нас доходная часть бюджета там чуть ли не на 50 процентов зависит от нефти поэтому на весь мир нефтяная ситуация повлияет не так катастрофически как на нас вот чем дело так 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 кому это надо пусть они сажут друг друга мы в рай ну не знаю большая политика большая экономика такая вещь что как эффект бабочки все события не взаимосвязаны и в итоге противостояние условно соединенных штатов ирана соединенных штатов саудовской аравии она и на нас в той или иной степени будет отражаться потому что это все меняет курс доллара меняет котировки нефти мы друзья в одной лодочке плывем к сожалению или к счастью так витя коп не так давно стал вашим подписчикам подаете интереснейший контент интересно наблюдать ваши обзоры слушание не мысли спасибо вам огромное почему не гаман той но на этот вопрос уже отвечала не знаю ник родился сто лет назад пришел из вообще из другой совершенно области и ну если уж совсем углубляться откуда он взялся есть такой старый фильм принцесса невесты но и там был такой забавный персонаж фильм кстати очень советую добрая сказка можно смотреть в семейном кругу хорошая такая история веселая грустная история любви так это надо показывать по телевизору и преподавать школе универе спасибо за видео спасибо вам огромное ведь вот этот видос кстати на самом деле очень полезный но так часто бывает я уже заметил то есть youtube и зрительский интерес он не всегда скажем так достоверно показывает качество видеоролика бывает какую-нибудь фигню там снимешь и этот ролик выстреливает собирает большое количество просмотров а если делаешь что-то действительно аналитическое либо что-то полезное то не все смотрят они все интересуются ну так наверное бывает друзья всегда такая массовая культура потребления она предполагает какой-либо какой-то более легкий контент наверное в общем и целом вообще в любых сферах поэтому но у меня на канале действительно есть несколько видео которые которые могут быть интересны именно с точки зрения таких вот каких-то серьезных вещей я иногда пытаюсь и такое до вас доносить меру своего понимания ведь спасибо вам большое что оценили так алексей алексей так wti коснулся нуля я не знаю что это значит но говорят момент исторический пока писал он стал ниже нуля да саш но это вот как раз было вот на в начале прошлой недели никто не знал что это значит никто не понимал но потом все поняли я на эту тему тоже много что уже снимал так интересная методика для себя не усложняю это мое видео было там было семь видосов про законы богатства где пытался каким-то образом интерпретировать те мысли которые подчеркнул в книгах на эту тему и каким образом я сам все это понимаю как-то свой жизненный опыт применить ну и саша очень полезный комментарий тоже написала как она занимается накоплениями очень полезно ну я давно уже понял я думаю все мои зрители кто нас саши на комментарии внимание обращает что девушка очень экономически образованная очень грамотная и подает зачастую очень правильные примеры своими действиями спасибо вам большое что меня смотрите и очень полезной информации день делитесь так как видео про ограничение прав это дико в россии так уже ущемлены все какие только возможно права большинство населения согласно на еще большее ограничение ну да то что сейчас происходит это конечно меры безусловно наверно вынуждены главное друзья чтобы после снятия карантина снятия от режима самоизоляции эти меры с нами не остались как часто бывает не как говорится да нет ничего более постоянного чем что-то временное будем надеяться на лучшее так у нас в россии нет никакой социальной поддержки обычным людям тебе надо быть малоимущим с детьми или бюджетником я не против сидеть дома и не выходить если мне будет что покушать за коммуналку заплатите после снятия ограничений выйти на работу они остаться у разбитого корыта ринат ну не прибавить не убавить просто вот я так думаю вот в этих словосочетаниях вы выразили мысли 146 миллионов человек спасибо за правильно сформулированные слова так андрей голосов тут мне задавал вопросы по тиньков мобайл ну я не являюсь сотрудником тинькова но андрей я там попытался ответить на эту тему видео исключительно мой личный опыт использования так по поводу фнб на 1 марта 18 триллионов на 1 апреля 8 ой 12 триллионов 6 триллионов в месяц съедает коронавирусный кризис баранков фнб будет через два месяца это тоже кстати любопытное видео министр финансов антон силуанов сказал что нам хватит четыре года протянуть при текущих нефтяных ценах но он тогда имел ввиду 20 долларов за юрлс сейчас у нас юрлс по моему 10 стоит вот так что 20 это очень даже оптимистично сейчас 20 стоит бренд там чуть выше так что вообще интересная тема насчет то фнб и если эта подушка и в каком она размере и почему нам ее не раздают на эту тему даже хочу отдельное видео записать я так думаю скоро это сделаю так к этому же видео рома джаз нужно не зарабатывать долларах а часть доходов переводить доллары не думать сколько это сегодня да возможно рома часть долл часть доходов надо в долго держать обязательно я с вами полностью согласен так с такими зарплатами и откатами как у чиновников ясное дело не хватит значит надо зарабатывать долларов но много было комментарий на по поводу вот этого видео действительно довольно резонансное было заявление силу она так с пасха и вас также алексей спасибо за видео нравится ваш канал спасибо вам огромное все друзья наконец-то домотали мы до ответов за прошлую неделю друзья спасибо вам большое что вы меня смотрите спасибо вам огромное что вы меня комментируйте а делайте это больше делайте это чаще если вас не затруднит какие-то понравившиеся видосы у меня иногда такие мелькают какие-то полезные видосы с перекидывайте вашим знакомым друзьям рекомендуйте мой канал этим мы делаем общее дело мы повышаем его просматриваемость увеличиваем количество просмотров мне друзья приятно это добавляет мне мотивации писать что-то новое узнавать что-то новое ну и рассказывать это об этом вам друзья спасибо огромное каждому мне очень приятно с вами общаться оставайтесь со мной и мы узнаем с вами еще много интересного и будем друзья вместе учиться хорошего вам дня хорошего вам выходного завтра уже начнутся торги жду этого момента с нетерпением на следующей неделе у меня почему-то довольно оптимистичный настрой все всего самого-самого пока пока